И сегодня у нас с вами будет ваше долгожданное видео о том, как я стала парикмахером, на каких курсах я училась. С тому же я очень много читала этих парикмахерских пабликов, где все говорили, что мастер должен работать в салоне. Там абсолютно другая атмосфера. И я созрела на то, чтобы выйти на аренду. Я нашла место, которое мне подходит по стоимости, но не очень подходило по месторасположению. Я вышла на аренду, и у меня была на тот момент запись из двух девочек. Это должно быть сложное окрашивание, чтобы вы понимали. Первая клиентка в первый день, я не знаю, то ли я переволновалась, то ли что случилось. Но я никогда не забуду этих двух клиентов, которые у меня были в первый день моей аренды. Потому что первая клиентка, когда я ее досушивала, в салоне была очень хорошая, очень дружеская атмосфера. То есть все мастера были очень приветливы остальные и так далее. Но я не знаю, что со мной произошло. В общем, первое, я ничего такого катастрофического не сделала. Но у клиента, возможно, были очень завышены ожидания. Потому что она мне показала работу на тот момент другого мастера из Киева, у которого окрашивание, ну, стоило долларов 400. Попросила меня это же выполнить, все выполнить точь-в-точь. И моего какого-то опыта жизненного не хватило сказать, что у вас волосы уже испорчены, изрядные и так далее. В общем, я согласилась выполнить это окрашивание. В конце, когда я досушивала, она уже рыдала на взрыт. Это был очень сложный день на аренде. И другая девочка, парикмахер и другие коллеги, они у меня пытались как-то подбодрить, успокоить клиентку. Но, в общем говоря, это был просто эпик фейл. И когда был перерыв, у меня другая девочка парикмахера, она спросила, а сколько ты за окрашивание берешь? Ну, я там что-то сказала, там 800 или 1000 гривен. Она говорит, ты что, с ума сошла? И я такая стыдно, думаю, блин, что реально так дорого? Она говорит, ты что, с ума сошла? Типа, так мало брать. У меня, вот говорит, окрашивание, ну, такие стоят 2-2,5 раза дороже. Посмотрела также на остальных мастеров, которые там работали на аренде. И у всех реально, ну, были клиенты, да, на более дорогие окрашивания. И прайс в 2 раза выше, чем у меня. Я просто поняла, какой я вообще лузер. Какой я вообще никчемный, там, знаете, парикмахер, который мало того, что берет так мало, так еще и у него такой, в общем, эпик фейл случился. Вторая клиентка, которую я обсуживала в первый день аренды, ну, ей, в принципе, все. Понравилось, но, опять же, я лично, сама я была не удовлетворена результатом. И, как бы, я видела, что человек немножко расчетированно от меня уходит. И первый день на аренде в салоне Кросты у меня закончилась просто невероятная истерика. Я пришла домой, я просто ждала весь вечер, потому что, насколько я вообще никчемная неудачница, у которой вообще ничего не получается. И что я двум людям, грубо говоря, двум клиентам испортила настроение, так, в первый день аренды. И, блин, это было три года назад, но я, на самом деле, я себя помню, вот, ну, как сейчас, как сейчас я помню свое вот это вот невероятное просто разочарование. Если честно, на следующий день мне вообще ничего не хотелось. Я думала, что, ну, его впейнтут в салон, буду, короче, и дальше работать дома, буду и дальше, как бы, там, может быть, где-то подрабатывать, да, в салоне. Ну, его нахрен эту аренду. Думаю, ладно, так и быть, поскольку деньги, да, я уже заплатила наперед, я понимала, что мне их никто уже не отдаст, да, владелец салона. Думаю, ладно, отработаю 15 дней, хрен с ним, и отработаю 15 дней, и, короче, заберу свою вещь, уйду и продолжу работать дома. Ну, как вы понимаете, в этой истории мне понравилось очень сильно работать в том коллективе, мне понравилось очень сильно то, что я, знаете, где-то внизу, и мне захотелось дорасти до мастеров, у которых много клиентов, захотелось дорасти до мастеров, которые хорошо много зарабатывают и могут успешно, как бы, жить. И когда ты работаешь и понимаешь, что в команде ты самое слабое звено, ты самое низкооплачиваемое звено, то лично меня это заводит и стимулирует, как ни что другое, никакие там аффирмации и позитивные мысли меня так, как бы, не мотивируют. То, как знаешь, что ты где-то, короче, сидишь как лузер, посёшь задних, пока остальные мастера как-то совершенствуют, да, себя, своё мастерство и делают реальные деньги. И после этого я поняла, что мне надо развиваться, я просто абсолютно все свои выходные я проводила в том, чтобы найти себе моделей, отработать на них окрашивание, на то, чтобы пойти на курсы, на то, чтобы развиваться. Меня это настолько стимулировало, потому что я каждый день приходила на работу и понимаю, какого хрена я, да, которая умеет делать, и на тот момент там тратит очень много на обучение, безусловно, там я свои ошибки как-то всегда старалась исправлять, потому что ошибки в целом, они есть у всех мастеров, те мастера, которые говорят, что у них там всегда все довольны, и всем клиентам всё нравится, безусловно, ну, это на самом деле враньё, и ты всем, и твои работы не могут понравиться, потому что работа в сфере индустрии красоты, это по факту вкусовщина, и когда ты дежурка мастера, ты должен понимать, что вкус у тебя и у мастера, он должен совпадать, и если мастер, допустим, делает каких-то натуральных блондиночек, то глупо ожидать, что он тебе сделает очень классный какой-то там, я не знаю, ультрамодный, ультракислотный цвет волос, либо же наоборот, если ты дежурка мастера по окрашиваниям в какие-то яркие цвета, вряд ли он будет сильно компетентен в блонде, да. Ну, я думаю, вы понимаете, о чём я говорю, да, что методы и сам мастер вам должен, если вы выбираете мастера, он должен вам как бы приглядеться, и он должен с вами исповедовать тот же вкус, которого и придерживаетесь вы, и у меня на понимание этого ушло на самом деле два года, и раньше, когда я только вышла на аренду, поскольку у меня не было большого количества постоянных клиентов, да, были какие-то девочки, которые у меня постоянно красит дома, и я им сообщила, что я работаю теперь в салоне, и ко мне запись в салон теперь осуществляется, и также я вышла на аренду вообще без клиентской базы, то есть у меня там было несколько девочек, которые там раз в 3-4 месяца красили, да, амбремы как-то поднимали, и всё что-то тонировали, но именно такого количества клиентов для того, чтобы спокойно выходить куда-то на аренду в салон у меня не было, и мне, помимо того, что я ходила на курсы, мне приходилось заниматься подготовкой клиентской базы, я давала объявления на улык, делала красивые фотографии, и через, наверное, полгода, как я работала в салоне, заработала в сарафанное радио, и очень многие люди стали ко мне записываться от знакомых, от подруг и так далее. И следующим витком в моем развитии это препятствия, с которыми я столкнулась от коллег и мои очень дорогие курсы. Препятствия, которые я столкнулась от коллег, когда я за это всё время начала развиваться, и я была единственным мастером, который работал в салоне от зари до зари, и поскольку салон там круглосуточно, в принципе, мог работать, я самая последняя уходила. Я брала по трёх клиентов в день на осветление, и абсолютно каждого клиента я старалась делать счастливым. Поскольку там где-то за полгода я уже наработала себе клиентов, и сарафанное радио мне давало, в принципе, постоянный какой-то приток новых клиентов. Это очень важно, в принципе, для любого мастера, чтобы были постоянно новые клиенты, свежая кровь, потому что эти люди могут потом ещё порекомендовать своему кругу общение вас, и вы станете ещё более популярным мастером. Плюс я потихоньку-потихоньку стала повышать цены вместе со своим растущим мастерством. И потом я где-то месяцев за 7-8 я доросла, в принципе, по уровню цен до тех мастеров, которые работали в салоне. И потом я потихоньку стала понимать, что для того, чтобы скакнуть ещё в более высокий ценовой сегмент, мне нужно обучаться у самых лучших, у тех мастеров, которых окрашивание стоит в 2, в 3, в 4 раза дороже, там по 400 долларов и так далее. И я нашла себе курсы, и безусловно, поскольку у меня с коллегами было на тот момент очень доверительное отношение, я поделилась в том, что я нашла очень дорогие курсы, что я хочу на них пойти, что я там целый месяц откладывала на эти... Ну, на тот момент для меня это была очень-очень существенная сумма, я очень там несколько месяцев готовилась, откладывала для того, чтобы овладеть этой техникой окрашивания. Мне одна коллега говорит, Жанна, так а что тебе на те курсы ходить? Давай мне типа 1000 гривен, я тебя такому же научу как бы так же красить. Понимаете? Я, если честно, даже растерялась ответить, потому что, знаете, если там у моей коллеги, допустим, окрашивание стоит 100 долларов, а у человека, у которого я собираюсь учиться 400 долларов, и у него на порядок, на порядок просто выше качество и уровень работ, то, ну, знаете, наверное, как бы тот человек, который делает такие курсы, да, за дорогую стоимость, наверное, как бы не просто так это стоимость, и, наверное, что-то он знает. И непосредственно те курсы, на которые я пошла, это техники по бразильским окрашиваниям, то есть это с очень-очень сильным начёсом, и коллега мне предложила тоже, в принципе, научить делать начёс, но начёс-то я без неё знала, да, как делать начёс, тупировку, но именно как делать эти окрашивания, я со стороны наблюдала, как она их делает своим клиентам. Так вот, плавного перехода ни хрена не получалось. Ну, а остальные девочки, с которыми я общалась, я, в принципе, они меня поддержали, типа, мол, Жанна, иди, как бы, если ты хочешь, да, это важный, как бы, курс, это как-то тебя сможет подтолкнуть, да, к ещё большему развитию. Она, по-моему, пару раз ещё пыталась мне предложить свои услуги за 1000 гривен, но я от них, как бы, отказалась, сказав тем, что я уже внесла предоплату, это, в принципе, было так, да, что половинку внесла, и потом же половину непосредственно в день самого обучения нужно было отдать. После того, как я окончила эти курсы, я опять началась то же самое, я искала модели, я брала клиентов по той же стоимости, что и обычно, да, но предлагала им делать эту новую технику. Также я очень-очень много брала моделей на отработки для того, чтобы повысить скорость, потому что в бразильских техниках окрашивания там самый завтык, в принципе, да, как и в AirTouch, это именно скорость. И сейчас я повысила свою скорость до того, что я за 3-3,5 часа могу сделать клиенту сложную технику окрашивания. Я, в принципе, достаточно техничный мастер, не успуская времени, да, если мы, допустим, работаем с клиентом и не болтаем в это время, да, то есть я не замедляюсь во время того, как я отвечаю клиента, то это, в принципе, можно за 3,5 часа уложиться. И также я очень много ходила на семинары, и я заметила, что мои коллеги, которыми я, допустим, работаю, они, ну, как бы ходили только на семинары к своему, как бы, бренду, и больше они, как бы, никуда не ходили, они не тратили, как бы, там сильно много денег, да, на какие-то повышения, ну, по крайней мере, те коллеги-парикмахеры, про которых я говорю, про другие сферы я не буду ничего говорить. Поняла, что, в принципе, то, что я сейчас, там, вкладываю в себя деньги, да, развиваюсь, это мне в будущем обязательно очень сильно поможет и позволит иметь более высокие знания, да, и, соответственно, больше стоить, как мастер. И по цене я уже стала перерастать всех коллег, и потом уже к концу того, как я снимала там кресло, да, я была, ну, по моим, так сказать, подсчётам, поскольку я больше всех работала, я стала самым, так сказать, высокооплачиваемым мастером в салоне. То есть у меня было больше всех клиентов, и у меня, соответственно, средний чек, он был достаточно высок. Следующим этапом моего развития это стало изучение кератина. Дело в том, что очень многие девчонки, которые ко мне приходили, это были блондинки, и все они хотели отрастить волосы, и, безусловно, когда я стала на аренду выходить, да, я встретила сопротивление от коллег, потому что они начали говорить, что, а, фу, кератин, мы не хотим этим нюхать, не хотим это нюхать. Когда я начала спрашивать, а делали ли вы кератин, либо ещё что-то, то они где-то там в каком-то мохнатом году где-то понюхали тот кератин и отказались. И я очень долгое время провела в поисках хороших, качественных кератинов. Я потратила просто тысячи и тысячи долларов на эти составы, на то, чтобы найти модели, отработать, на то, чтобы получить футбэк, да, через несколько месяцев, через полгода, для того, чтобы сделать клиентам, как бы, хорошую, качественную услугу, для того, чтобы найти классный кератин и классные составы, которые действительно не вредят волосам. Если вы слышите, что, в принципе, парикмахер начинает вот эту вот всю хрень нести, типа, ой, кератин вреден, но зато я, типа, осветляю порошочком там на троечке, либо на шестёрочке, я, типа, хороший мастер. А вот кератин я не делаю, потому что я плохой мастер, хотя по шкале вот этой вот щёлочи самое жёсткое, это непосредственно порошок. То, от чего могут отвалиться волосы, то, от чего могут испориться волосы, это порошок от качественных, качественных, девочки, я замечу, не составов там за 1000 гривен или за 2000 гривен с Алиэкспресс, от качественных, хороших, премиальных составов ничего такое не может быть. Подтверждение этого моей клиентки, которые годами просто ходят ко мне на осветление, как и блонд, и кератин, либо и блонд, и нанопластика. И когда я слышу вот эти вот все ля-ля в комментариях, типа, вот, ой, ты такой мастер, типа, хреновый, если ты, короче, кератин и ботокс делаешь, ну, девочки, ну, я не знаю, может быть, это может быть в каком-то кукуево, понимаете, еще и как бы мыслят какими-то категориями кукачока и юноар, но на самом деле сейчас очень много есть состав, очень много возможностей, понимаете, те, кто так говорят, мастера, они просто ни хрена не хотят знать, они ни хрена не хотят развиваться, не хотят узнавать новое и так далее, понимаете. Везде, в любом бренде есть и свои жемчужины, и есть свои какие-то плохие продукты. Вот у нас, допустим, в Киеве 80% мастеров работают на очень хреновых, на мой взгляд, составах, составах Хонма Токио. Я пробовала работать на этом бренде, это просто какой-то сущий ад. Либо еще очень многие любят писать авторские миксы. Я знаю, как делаются эти авторские миксы. В бренде Хонма Токио разрешено вот эту всю бодягу их опасную смешивать. Я видела, как девочка одна работала так, что у нее если заканчивался состав кератина, она туда ботокс одолевала. Заканчивался ботокс, она туда кератина хреначила, понимаете. Не так, что человек купил, допустим, 5, 6, 7, 10 составов. У меня сейчас 8 составов в работе. И каждый использует по назначению. Она вот эту всю бодягу смешала и нанесла на волосы девочке. Ну что это будет? Это ничего хорошего не будет. Поэтому я очень негативно отношусь к этому бренду. Поэтому сорян, девочки, кто на нем работает. В Киеве они не хотят заморачиваться над поиском каких-то действительно хороших, качественных продуктов. Очень многие любят, знаете, типа менеджеры с некоторых компаний, они очень настойчивы. Очень многие там пришел менеджер, предложил им банку кератина купить. Они купили эту банку и давали к этой банке всех остальных клиентов. Я для себя и как бы сейчас это рассказываю, для своих будущих потенциальных клиентов есть кератина, есть составы абсолютно на любой случай жизни, даже на порожденные волосы. Есть любые составы под разные задачи для тех, кто хочет отрастить волосы, для тех, кто хочет иметь длинные волосы. Поэтому, девочки, потенциальные клиентки, обязательно переходим и записываемся ко мне. И следующий мой путь, это, конечно же, поиск... Сейчас я, допустим, работаю в отдельном кабинете, и для меня это, знаете, как очередная такая вот как виток в моей карьере, потому что мне захотелось именно больше иметь личного пространства. Мне не хочется делить как бы парикмахерский зал с другими мастерами. То есть мне хотелось именно больше иметь, знаете, какого-то личного пространства. И сейчас основной поток моих клиентов составляет это сарафанное радио. Мне очень многие пишут, там, знаете, если я рассказываю что-то на ютубе, да, про какую-то ситуацию в салоне, либо ещё что-то, а что же подумают люди, которые тебя знают, либо а что же подумают клиенты? Девочки, у меня клиенты все, ну, практически все, это сарафанное радио, это знакомые, знакомые. 90% клиентов и знать не знают, что у меня есть даже инстаграм, и знать не знают, что у меня есть как бы ютуб-канал, поэтому если вы считаете, что вы там, допустим, у вас здесь инстаграм и все в курсе вашей жизни, то у меня это абсолютно не так. И меня клиенты находят не в основном, да, не через ютуб, а в основном меня находят клиенты, которым кто-то меня порекомендовал как мастера, и, конечно же, чаще всего у меня там 80% клиенток это блондинки, вот, и практически все они однотонные. Хотелось бы поговорить с вами о том, с какими клиентами я работаю, да, и с какими клиентами, наверное, не стоит работать. Безусловно, мы все люди, и иногда бывает так, что ты приходишь к мастеру, и он тебе вроде ничего плохого не сделал, но как человек он абсолютно не твой. И точно так же, в принципе, бывает с клиентами, и в этом нет ничего такого страшного, в этом нет ничего такого плохого, просто вы, если вы, допустим, мастер-новичок, то, понятное дело, что я тоже так делаю, я брала абсолютно всех клиентов, потому что мне нужен был опыт, и мне нужны были деньги, да. Я работала с абсолютно всеми клиентами, но поскольку сейчас у меня достаточно большая клиентская база, у меня хороший приток именно новых клиентов, то, конечно же, я сейчас работаю исключительно с клиентами, с которыми им приятно, да, со мной, и мне с ними приятно, и также и клиенты, которых я у себя, там, да, допустим, хочу увидеть и с большим удовольствием увидеть, это очень приятные, очень интеллигентные и очень, ну, воспитанные, как бы, девушки, да, которые знают, чего хотят. И хотелось бы подвести весьма, что, на мой взгляд, профессия парикмахера, она, в принципе, сделала меня как человека, и я безумно счастлива, да, что я оказалась в этой профессии, может быть, немножко воля и случая, а может быть, и мне стоило, там, с самого детства этим, да, заниматься этим, жить. Знаю, что все многие в эту профессию приходят и после 30, и после 40 лет, и становятся просто абсолютно успешными. Также вам хочу сказать, в плюс профессии парикмахера в том, что по, вообще, проводилось, в общем говоря, огромное исследование, и самые счастливые люди, вот, да, в какой профессии люди самые счастливые, самые счастливые люди именно в мире, это на профессии парикмахер. Поэтому, надеюсь, что мое видео вам понравилось, пишите ваши вопросы, всем пока!